Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале «Экзегет» мы продолжаем чтение книги «Премудрости Соломона», девятая глава, которая представляет из себя молитву разумного отрока, устроившего сердце свое для принятия Божьей премудрости, луча славы Божьей, благодати Его, сохранившим в чистоте тело свое, но понимающим, что не от человеческих усилий, но от Божьего дара является эта небесная невеста Душей Его, потому и обращается Он с усердным молением к источнику всех благ. Божий Отцов и Господи милости, сотворивший все Словом Твоим, и первым делом напоминает о Божьей милости к предкам своим, ибо в молитвах праведников, которым была уже явлена милость Божья, и наша опора, и сила, и Господи милости, всякие дела Господни, благо и милость Его на роде человеческом, со стороны которого не достает Богу взаимной любви, но там, где этой взаимности не достает, там с избытком действует Божественная милость, сотворивший все Словом Твоим, и премудростью Твоей устроивший человека. Итак, если единого Слова, единой воли Творца было достойно, было достаточно для сотворения мира, и премудростью его устроить человека во всей многосложности его, в союзе души и тела, чтобы он владычествовал над созданными тобою тварями и управлял миром свято и справедливо, и в проводе души производил суд. Напоминает в начале моления своего премудрый наставник о том, что сам Бог желает нашего совершенства, поставив нас над всеми делами рук своих, с тем, чтобы и свято, и справедливо, и в правом устроении души, в справедливости править окружающим миром. «Даруй мне, присидящую престолу Твоему, премудрость, и не отринь меня от отроков Твоих». Признак присвоения самого себя Богу видит наставник в том, чтобы получить желаемый дар. Если воистину, Господи, угодно душа моя Тебе, а Ты видишь искренность обращения моего, то сотвори по милости Твоей и не лиши меня того дара, которое вожделело сердце мое. Хоть и великого прошу, ибо премудрость — это не порождение каких дел земных и не ровня им, но Твоему престолу присидящее сокровище. «Ибо я раб Твой и сын рабы Твоей, человек немощный и кратковременный и слабый в разумении суда и законов. Дерзая просить о великом, не забывай сознавать себя ничтожным, ибо многие увлеченные высокими чаяниями забыли, кто они пред Богом, потому и уместно поминовение и о матери, от которой Ты произошел, от матери земной, и о немощах Своих, и о кратком времени жизни Своей, и об отсутствии разумения в уме Своем. Да хотя бы кто и совершен был между сынами человеческими, без Твоей премудрости Он будет признан за ничто». И так, не только сознавая свою ограниченность, но и воздавая дань человеческому уму, который может быть велик и приумножен, Он тотчас и этому величию ума человеческого отказывает в достоинствах перед Божественной премудростью. «Ты избрал меня царем народа Твоего и судьей сынов Твоих и дещерей». А теперь напоминает премудрый Соломон о том попечении, о тех обетованиях, которые Бог к народу Своему проявлял. И не ради себя, но ради доброго правления народом Божьим просит премудрый услышать молитву Свою. «Ты сказал, чтобы я построил храм на Святой Горе Твоей и алтарь в городе обитаний Твоего по подобию Святой Скинии, которую Ты предуготовил от начала. А это уже несомненный знак того, что прошу я не напрасно и имею некий залог Твоей любви и благоволения, поскольку сподобился я по милости Твоей воздвигнуть храм Тебе в Иерусалиме. И это не моя заслуга, но признак Твоей милости. Посему и поныне храм-уздатели поистину воспринимаются как любимцы Божии и сознают за собой, что не столько отдают они ради возрождения святынь наших, сколько приобретают сами и имеют возможность своего благотворения несомненным признаком любви и милости Божьих к самим себе. С Тобой премудрость, которая знает дела Твои и присуща была, когда Ты творил мир и ведает что угодно пред очами Твоими и что право по заповедям Твоим. Не спошли ее от святых небес и от престола славы Твоей не спошли ее, чтобы она споспешествовала мне в трудах моих и чтобы я знал, что благоугодно пред Тобою. И так просит премудрый наставник в молитве своей к Богу ради исполнения воли Божьей исполнится его премудрости. Ведь именно ради этого воздвиг Ты меня на управление народом. И нет иной связи между Тобою и мною, нет иной свидетельницы воли Твоей наиболее благонадежной и совершенной, чем та премудрость, которой обладаешь Ты и можешь, если захочешь, подать и мне. Ибо она все знает и разумеет и мудро будет руководить меня в делах моих и сохранит меня в славе своей. И дела мои будут благоприятны и буду судить народ Твой справедливо и буду достойным престола Отца моего. Вот чаяние сердца благородного, вот из чего трудится, из чего усердствует, из чего умоляет душа его. Да будет он достоин той славы, которая явилась от Бога на Отце его Давиде, которая сияла на Сионе, которая излилась на храм Иерусалимский. Ибо какой человек в состоянии познать Совет Божий, или кто может уразуметь что угодно Господу. Другими словами, без этой премудрости обречен я бродить во тьме и не исполнить воли Твоей, а это было бы для меня самое страшное, ибо я помню, что волей Господней земля утвердилась и небеса словом Господнем они были созидаемы и воля его поддерживает со своем бытии, потому никаким другим источником невозможно насытить душу ищущую премудрости и ничем другим не просветить той тьмы разума, которая остается сынам человеческим, лишенным Божьей благодати. Помышления смертных не тверды, и мысли наши ошибочны, ибо тленное тело отягощает душу, и это земная храмина подавляет многозаботливый ум. Таково состояние души, не принявшей духа. Она порабощается телу, она борима им, плоть походствует на душу человеческую, и давит ее, и приобретает над ней власть, потому, не желая этого низкого порабощения, умоляет Соломон о приобретении дара Божьего, дара премудрости, который способен и душу сделать свободной от велений плоти, и подчинить плоть, действовать по воле Господней. Мы едва можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что под руками, а что на небесах, кто исследовал. Ибо надлежит нам не быть привязанными только к земному, и если в нем разобраться нельзя без твоей всемогущей помощи, то как же мы обратимся к небу, к источнику всех благ, если не сам ты благодатью свою наставишь и нас и припитаешь и нас, как манны небесной утвердишь нас и просветишь звездой путеводной на восхождении нашего ума к небу. Волю же твою кто познал бы, если бы ты не даровал премудрости и не ниспослал свыше святого твоего духа. И так исправились пути живущих на земле, и люди научились тому, что угодно тебе, и спаслись премудростью. Эти последние слова главы девятой как бы подводят итог жизни всего человечества, что те, кто спаслись, спаслись премудростью, те, кто были просвещены, просвещены твоим духом, потому как в прошлом ты среди тьмы язычества и невежества духом твоим извел народ свой к вере в истинного живого Бога, в чаяние Мессии и спасителя всего человечества, в котором надлежало благословиться всем коленам земным, так и ныне укрепи всякого просящего твоей премудрости, ибо и в завершении мировой истории, ибо из них просвещенных духом твоим святым и составится новый Иерусалим, твое новое небесное стадо, которых будешь пасти на пажетях вечных милостью и любовью своею. Иерусалим, кто tin Продолжение следует...